добрый день еще раз меня зовут комков михаил сегодня расскажу вам о магазине приложений app gallery и какие плюсы он вам может принести итак магазин app gallery если кто-то вдруг не знает это топ-3 магазин и в мире и в россии он присутствует практически во всех странах мира то есть на данный момент 170 и ну все коммерческие показатели у нас регулярно растут и причем по понятным причинам быстрее чем в других магазинах следующий при этом поскольку участие телефонов которые имеют предустановленную экосистему huawei также имеют и экосистему google на борту у нас еще около 200 миллионов так называемых спящих пользователей большую часть из которых мы планируем активировать ближайшее время соответственно в сумме у нас получится около 750 миллионов пользователей нашей экосистемы и над ней работает большое количество инженеров они оказывают и техническую поддержку и разработчикам собственно и вам если вы еще не пришли мы сможем оказать эту поддержку по всему миру и в частности в россии следующий теперь пару слов про собственно базу пользователей здесь у нас и во втором квартале этого года было продано около 55 миллионов смартфонов и двух брендов экосистема установлена и на смартфонах бренда huawei и на смартфонах бренда honor и это позволило нам за этот период и за весь за все первое полугодие занять первое место по продажам смартфонов мире это собственно и есть та самая растущая база пользователей значимая и большая часть и большая часть из которой не имеет доступа к магазинам приложений google play или apple собственно и app gallery является единственным окном входа в нашу экосистему кроме смартфонов у нас есть и другие категории устройств например компания продает и занимает первые места по поставкам планшетов носимых устройств и очень большой рост пока в категории ноутбуков и беспроводных наушников и каждый из них собственно начиная с планшетов постепенно появляются для распространения приложений через магазины белый кроме магазина приложений в экосистеме и на смартфонах установлены и другие приложения которые пользуются все пользователи и через них также возможно продвижение а не только в магазине как это например есть в других системах есть и браузер видео приложение ассистент то есть экран минус первый экран на котором разные подсказки для пользователя размещаются и на них возможно продвижение ваших игр любых других приложений также вот в центре слайда видно что большое количество программных пакетов аналогичных из пакета gms это и рекламный этот пакет и и на покупке и push уведомления многие другие следующий да и собственно что вы можете найти на нашей платформе это доступ к десяткам миллионов людей которые есть только на галере то есть их нет ни в google play ни в веб-сторе повторю и с нашей стороны мы можем помочь вам увеличить и выручку и вовлеченность различными маркетинговыми компаниями акциями и розыгрышами которые мы проводим сами совместно с всеми разработчиками и владельцами бизнесов на своей платформе при помощи и huawei ads и других инструментов собственно немного более детально о том каким образом какими возможностями наши сервисные пакеты блага обладают и какие у вас есть возможности расскажет мой коллега арсений хлебцев пожалуйста всем привет меня зовут арсений представляю huawei занимаюсь игровой категории непосредственно и хотел бы немного рассказать проходит собственно сейчас со всеми разработчиками с кем я работаю и вероятно с кем кто с нами планирует работать и них один из основных вопросов откуда брать трафик story он там самое главное есть его много но понятно что сам store не может справляться со всеми пользователями и прям давать большие объемы поэтому да на старте мы стараемся помогать всем разработчикам привлечь начальную аудиторию в принципе стараться поддерживать но если вы хотите расти быстрее то естественно нужно привлекать платный трафик без этого ну куда не деться в том числе у нас соответственно так пока что мы довольно молодая экосистема по крайней мере вне китая китае довольно так отдельная история соответственно пока что напрямую с нашими сервисами приложениями такие платформы как facebook или другие не интегрированы мы на данный момент предлагаем свое решение свою платформу через которую можно привлекать пользователей в чем плюсы они в том во первых то что все форматы и креативы они полностью нативны для нашей платформы потому что это делаем мы для себя для привлечения наших же пользователей соответственно окна разрешения размеры и так далее все нативно для наших девайсов и она никак не выбивается из общего вида то есть не у нас не будет такого как например вы можете видеть там когда вы встраиваете стороннюю рекламу например приложение и там или открываете чью-то приложение там плашки где-то там как-то вылетает то есть видно что они прямо не отсюда и не родные у нас такой ситуации не будет дальше что еще собственно по источникам трафика это наши родные приложения увы соответственно сервисы которым пользуются пользователи и они пользуются активно это браузер например видео музыка темы для телефонов и также многие другие также есть приложение которые еще не вышли на рынок но и тестируются уже определенном количестве стран что еще соответственно это не только наше приложение это еще и приложение которые размещены в нашем story беларе которые интегрировали наш скид ну то есть наш рекламный sdk по аналогии то есть другими рекламными sdk здесь тоже пока история то что еще не все рекламные платформы топовые для игр они интегрированы с нашими с нашими приложениями сервисами поэтому сейчас мы активно рекомендуем интегрировать именно наш рекламный sdk там есть уже рекламодатели да я думаю это будет главный вопрос и в том числе мы сами активно инвестируем в ее развитие соответственно да там будет реклама и вы сможете уже начинать зарабатывать естественно мы работаем над тем чтобы привлекать топовых партнеров чтобы они также поддерживали наши девайсы которые без google сервис что еще можно сказать праздника я сейчас небольшое уточнение то есть я уже работал с многими разработчиками и некоторые встречаются с такой ситуации когда они интегрировали а наш рекламный sdk и у них появляется после релиза в нашем столе появляется такая плашка что как будто нет рекламы для показа соответственно они пугаются думают что у нас нет вообще никакой рекламы и трафика и думают что все зачем они все это сделали здесь хочу сказать не пугайтесь это скорее всего потому что приложение только что вышло в store и нашей команде модерации нужно некоторое время чтобы проверить рекламу которую разместили у себя приложение это я конкретно сейчас про монетизацию просто нужно немножко подождать реклама заработает обязательно если какие-то вопросы будут можете писать нам на официальную почту там обязательно ответят или в аккаунте разработчика есть можно обычный тикет отправить там ребята ответят помогут по форматам что у нас все стандартные объявления поддерживаются а их перечислять не буду естественных можно увидеть на слайде чем мы сейчас также привлекаем разработчиков тоже то есть не все разработчики которые интегрируют другие площадки в принципе задумываются о том что рекламные площадки в том числе берут себе процент с рекламной выручки на многих это даже как-то даже не указано прям явно соответственно все площадки берут проценты и что мы сейчас предлагаем мы в двадцатом году сейчас 1 90 процентов ручки рекламной при монетизации и 80 процентов следующем году это в среднем больше чем на других площадках здесь небольшой кейс ну плюс-минус это очевидно чем меньше путь пользователя от клика до установки тем больше CTR конверсия цена привлечения здесь просто небольшой кейс то есть у нас есть функционал установки в один клик то есть пользователя никуда не redirected он увидел рекламу можно нажать на приложение которым показывается и сразу установить ну если он уже хочет посмотреть больше деталей то есть именно почитать что-то приложение он пойдет в посмотреть детальное приложение то есть посмотреть страницу скоро если у него и так все нравится то он сразу одной кнопкой нажал и даже без перехода на страницу описания установил приложение здесь небольшой кейс который мы делали с немецкой компанией с немецким приложением погоды можно посмотреть на их метрики то есть 12 миллионов активных пользователей и также чего они смогли достигнуть с помощью нашего рекламного языка в принципе вы можете как минимум достигнуть того же а может быть даже что получше и здесь небольшая инструкция ну то есть можно перейти по прошу прощения можно перейти на наш сайт разработчиков и на этом сайте зарегистрировать аккаунт после чего просто сделать настройку ваших вашего приложения для монетизации в том числе есть функционал естественно для закупки трафика в этой презентации мы его а не описываем его можно также посмотреть на сайте или же можете написать нам а мы в принципе объясним все как что происходит дальше что я хотел рассказать это пару кейсов соответственно чего добились именно игры в нашем истории за последнее время здесь есть кейс асфальт игра гоночная думаю она многим из вас известно от не менее известного разработчики геймблоб они интегрировали помимо прочего то есть стандартных и напов они также интегрировали каст плюс one hop прошу прощения собственно для чего это нужно это трансляция изображения на телевизор или на монитор для того чтобы то есть больше погрузиться в игру и здесь экран служит экран телевизора отображение всего действия а телефон служит как контроллер это один из функционалов технически который у нас есть и это далеко не единственный том числе у нас есть свой r движок есть также есть решение для графики других моя коллега диана тонфей она на прошлой неделе об этом всем рассказывал а я думаю записи позднее можно будет посмотреть или опять таки это же написать нам мы расскажем подробно также сейчас уже в нашем story а как и в других крупных площадках есть такая игра как паскал спейджер она это такой соус лайк игра dark fantasy что они сделали они использовали решение широкоформатного смартфона то есть зависимости того как смартфон сейчас в каком режиме то есть можно ли играть как обычный смартфон или можно развернуть полностью и соответственно у них увеличивается обзор и что опять-таки способствовало погружение игроков и немножко поговорим про трафик и про деньги что смогли заработать разработчики и что получили игра стендов российский разработчик на данный момент они показывают по выручке они находятся в россии на восьмом месте и в бразилии также на 83 и планируют дальше выходить на тир один страны том числе с нашей помощью это кейс по сравнению с google play то что они сейчас получают и как можно увидеть выручка продолжает расти и как минимум загрузки сохраняют где-то тенденцию на плюс 8 плюс 10 процентов и также как можно увидеть в среднем выше на два процента ретеншн рейд это можно связывать с тем что на данный момент конкуренция история среди игр у нас значительно меньше чем у других площадках и у пользователей нет прям такого выбора как на других площадках соответственно их удержание работает лучше и по органике также можно увидеть то что намного выше органика чем у них стандартная была например с google play что говорит в том числе о качестве пользователя в нашем столе здесь несколько примеров какие компании мы с ними проводили это не весь набор наших ресурсов это просто как примеры то есть у нас есть как опции различных розыгрышей в истории мы периодически разы делаем кэшбэки для наших пользователей чтобы они мотивировать их пользоваться стором и в том числе как-то платить приложение также стандартные принципе баннеры push уведомления возможность если игра прям действительно хорошая можно попасть в оффлайн-стор в ритейле получить рекламу и различные кастомные компании принципе если игра хорошая то все возможно и все обсуждаем стандарт это был кейс по мидкору то есть там у них все завязано на и напах здесь следующий кейс от azure games это уже история про гиперказуал и соответственно про рекламную монетизацию немножко про стендов это гиперказуальная игра который в 2019 году входило в топ-10 самых скачиваемых игр сейчас у них google play что-то уже больше 100 миллионов установок и что они получили в обговоре здесь соответственно вы можете увидеть топ-10 как по загрузкам что они получили или также топ-10 по рекламным доходам то есть здесь в том числе присутствует и россия здесь присутствуют европейские страны также есть латам ближний восток ну соответственно тоже зависит от жанра игра может в том числе пример ваша популярна может быть вазе но там уже есть нюансы по стилистике а дальше что мы можем увидеть а релизовались они в июне там была первоначальная настройка настройка страниц приложения подготовка креативов и соответственно там инсталлы только начинали набирать объемы в июле мы начали помогать им с органикой то есть можно видеть плюс 80 тысяч и дальше мы продолжали настраивать нашу рекламную сеть за счет чего они смогли увидеть в пять раз рост рекламных доходов и то есть стало с каждым месяцем все увеличилось да просто еще нужно учитывать что это на фоне того что у них уже очень огромная аудитория была в том же google play и за пять месяцев суммарно 929 тысяч установок и сейчас в story у них уже у нас где-то спустя шесть месяцев уже больше миллиона в принципе по кейсам все спасибо вам огромное за эту презентацию на самом деле я считаю что больше экосистем больше возможности для разработчиков использовать это и зарабатывать дополнительные деньги домонетизирует это все вот у меня есть несколько вопросов давайте начнем с вопроса от из нашей аудитории значит какую комиссию вы берете с разработчиков я так понимаю это касается и напов 30 процентов как и google и apple и сразу же если инфраструктура для афи api для разработчиков чтобы реализовывать многопользовательские игры за счет мощностей huawei вот такой сложный неоднозначный вопрос нам сразу задает аудитория арсений в принципе это было у тебя в презентации можно либо отмотать даже надо да да у нас просто насколько понял правильно по не упомянутым да сейчас мы отдаем не 70 не 70 процентов модем 85 процентов разработчикам как минимум сейчас это действует при релизе игр до конца этого года в истории то есть вы закрепляете за собой право на этот ревеню шар минимум на ближайшие два года но что будет с начала 21 года мы пока точно сказать не можем просто у нас полис еще пока не продлина но я больше уверен что у нас любом случае будут условия лучше чем по разработке я не могу точно сказать например за счет мощностей наших осуществлять многопользовательский опыт но в принципе практически там большая часть именно игр которые сейчас на ксторе они именно многопользовательские я не могу честно сейчас сказать они за счет наших или за счет своих мощностей разработчиков опять более технические вопросы можете мне написать я могу связать с нашими техническими специалистами локальными не будут все объяснить да кстати напоминаю что так как у нас не такой большой временной слот сейчас остался на вопросы вы можете писать и арсению михаилу личное сообщение в пайн либо мне мы будем передавать эти вопросы и еще один вопрос от наших зрителей подскажите пожалуйста как работает ваш фичеринг веб-галлере то есть это алгоритмы какие-то хитрые которые есть в том же сам тик токе или же все таки это ручная модерация отбор и мнение редактов 50 на 50 есть и то и то то есть ну кратко тогда то есть общение со стороны кто не отменял поддерживать нужно там печи отправлять нам тоже нужно если мы увидим что игра реально хорошая мы ее будем рады пофичерить но есть автоматические да соответственно если вы популярны то есть если у вас качают и в том числе если у вас там за определенный промежуток времени есть инсталлы есть активные пользователи и так далее то вы тоже будете появляться в различных автоматических подборках я еще добавлю к ответу арсения то что мы в особенности при запуске новых игр которые есть обоснованное ожидание что могут стать достаточно популярными со своей стороны дополнительных фичерами именно в ручном режиме мы понимаем что есть хороший потенциал для роста и сами поддерживаем как раз такие таких да и мы еще принципе довольно активно общаемся с разработчиками у нас есть такие опции то есть можно как минимум обсуждать и если все хорошо то запускать кросс промо с нами а в том числе есть функционал подарков то есть у нас есть специальная секция подарков для пользователей и вы можете даже отправить например а вот например skin для каких-то пользователей ну для кого-то количества а это тоже будет являться дополнительным местом где пользователи могут вот найти потому что так ну прям вот на самое главное спасибо вам огромное спасибо за ответы